На базе учреждения работают три отделения, где трудятся психологи, социальные педагоги и специалисты по социальной работе. Их задача – помогать семьям в непростых жизненных ситуациях, заполнять досуговую деятельность детей, воспитывать в них духовно-нравственные нормы. Ситуации такие бывают, когда нарушены детско-родительские отношения, злоупотребление алкогольной продукции как родителями, так и несовершеннолетними. Дальше жестокое обращение в семье, профилактика буллинга, самоповреждающее поведение несовершеннолетних, сексуальное насилие в семье по отношению к ребенку, уголовное и административное противоправное поведение несовершеннолетних, а также мы работаем с семьями участников СВО. Что там ела, бабочка? Гоголь-моголь, папочка! Где ты денежки взяла? У вас в ящичке стало! Центр «Маяк» работает на территории Котласа уже 23-й год. На его базе дети получают всю необходимую поддержку, участвуют в благотворительных акциях, занимаются конструированием, посещают психолога. На сегодняшний день актуальная работа со страхами, работа с негативными эмоциями, по снятию психоэмоционального напряжения. Очень часто мы включаем в свою работу совместные занятия, то есть ребенок и родители, при том мы очень рады, когда приходят папы. Дневное отделение сейчас посещает 21 семья, а это около 25 человек в возрасте от 7 до 18 лет. После школы они отдыхают в темной сенсорной комнате, оснащенной световым столом с песком, сухим бассейном и специальным световым оборудованием. Занятий у ребят в «Маяке» достаточно. Различные игры, викторины, беседы с батюшкой, участие в акции «Помогите ежику». А еще мне нравится тут заниматься всякие поделки делать. Вот мы на днях сегодня в среду делали кошелечки для шатончиков. Я изменился, я то, что стал лучше обращаться к людям. Также они снимаются в киностудии, фильмы, видеоролики снимают. Стала самостоятельно, уверена, может передвигаться уже по городу. Конкурсы рисунка проводят, мамы ходят с детьми, рисуют тут вместе с ними. Праздники проводят с ними, чай пить тут делают, к чаю тут все организуют, они очень стараются для детей. И мы рады, что сюда попали. Помимо работы в самом центре, специалисты «Маяка» оказывают помощь на дому семьям, в которых возникла трудная жизненная ситуация. К нам много приходит, так скажем, информации о совершении различных противоправных деяний. С КДН, с комиссией по делам несовершеннолетних, с полицией, со школой. Первым делом, конечно же, нам надо установить контакт с несовершеннолетним и его семьей. Мы выходим в семью, знакомимся с ними, узнаем их, какие у них особенности, особенности у ребенка. Какая трудная жизненная ситуация у них возникла, да, и как мы можем им помочь. Да, то есть непосредственно, конечно, потом продолжаем работать, да, где-то совместно взаимодействие с полицией, с комиссией по делам несовершеннолетних, со школами, с техникумами, с молодежным центром мы работаем. У Эльвиры Курьяновой дети-подростки. В какой-то момент в семье, что называется, нашла коса на камень. Мы решили обратиться к специалистам для помощи, чтобы они нам помогли и с уроками наладить дела, и наладить также наши отношения, как родители, ребенок. Перемены есть. У нас старший ребенок стал гораздо спокойнее. Гораздо спокойнее пытается уже не курками лезть и сразу разбираться, а как-то пытается уладить конфликт, говорить, много слушает, начал больше помогать. Уникальная работа «Маяка» особенно важна и значимо в наступивший год семьи. Ведь именно он сияет добрым светом человеческих душ для детей и их родителей. Субтитры подогнал «Симон»